Принцесса Хуснабад Часть вторая Здравствуйте, ребята! Я снова рад приветствовать Моих дорогих маленьких слушателей! Сейчас я расскажу вам Вторую часть сказки Принцесса Хуснабад Сорок служанок Немедленно побежали во дворец И рассказали все правителю Влюбленный государь Глубоко вздохнул Снял с головы корону Бросил свой золотой пояс на землю И, переодевшись в нищенскую одежду Ушел в пустыню В это самое время Один пастух Постада у реки Близ славного города Джурджана Увидел он, как несколько рыбаков Расставили сети И вытащили большой улов Со слезами на глазах Пастух обратился к рыбакам Мир вам уважаемый У меня сейчас трудные времена Отец мой тяжело хворает И не может пойти в город купить себе хлеба Пошел бы я сам Да нельзя оставить стадо Будьте добры Дайте немного рыбы Чтобы я смог накормить больного отца Пожалели рыбаки пастуха Не печалься Как не помочь хорошему человеку Все, что мы сейчас поймаем, твое Вытащили они сеть из воды А там огромная рыба сом Бери ее, пастух Это твой улов Да иди накорми своего отца И пусть он поскорее будет здоров Однако пастух не мог поднять рыбу Так она была велика Тогда он впряг четырех быков И кое-как приволок ее домой Когда они с отцом разрезали живот огромного сома То увидели красивую девушку Старик подошел поближе к девушке Чтобы узнать, жива ли она Дал он ей немного воды В этот момент Хуснабад очнулась Приподнялась И поздоровалась Ас-салому алейкум, отец Я очень слаба И мне сложно говорить Дайте мне, пожалуйста Что-нибудь поесть Я так голодна Отец и сын Приготовили для девушки Вкусной рыбы Затем красавица сказала Спасибо за вашу помощь Вы добрые и отзывчивые люди Позвольте узнать Эх, красавица Нет у нас денег Нет, чтобы сыграть свадьбу А мне ничего и не надо Обрадовали старика такие слова Он дал свое благословение И женил сына И женил сына на девушке И подошел к невестке Ай, дочка Спасибо Спасибо, что навела здесь порядок Позаботилась о еде Я стар Не могу смотреть за домом А сын уходит на рассвете На весь день И возвращается Когда уже совсем темно Так принцесса Хуснабад Стала хозяйкой в доме Старик не мог нарадоваться Чистоплотности и аккуратности невестки Гляжу я на тебя Какая ты работящая Хочется мне тебе помочь Скажи Что мне делать, дочка? Как же помочь тебе? Девушка вынула из правого уха Серегу Протянула старику И сказала Отнесите это на базар Когда спросят о цене Вы скажите Сами дайте по совести Сколько дадут За столько и продайте Старик взял сережку И понес на рынок Как раз в этот день Купцы закупали товары Подошел один из них Видит Старик держит серегу Небывалой красоты Эй, отец Сколько вы хотите За свой товар? Назовите хорошую цену Сколько вам не жалко Уважаемый И сережка ваша Купец наполнил золотом Небольшой мешочек Отец Вот этого достаточно Или добавить еще Старик очень удивился Увидев, сколько золотых монет Дал купец за сережку Растерялся он И только вымолвил Эх, почтенный Я же сказал Платите по совести Вы-то знаете цену Таким вещам Купец подумал Что старик Просит добавить Еще монет И протянул ему Второй мешочек С золотом В придачу Дал ему осла Чтобы он мог Доехать до дома Еще больше Удивился старик Он надо мной Смеется, что ли Столько платит За одну серегу Еще и шака дал Ну ладно, ладно Сейчас заберу Все золото А когда он опомнится Меня уже И след простыл Ткнул он палочкой Осла в загривок И поехал домой А купец Смотрел на сережку В своей руке И думал Эх Вот если б Еще одну Такую серегу Заполучить Была бы у меня пара Продал бы я их По дешаху В несколько раз дороже Чем купил Надо сказать Что украшение Было выполнено Очень искусно Такую работу Редкой красоты Мог сделать Только очень умелый мастер Поэтому Купец хорошо знал Настоящую цену Сергей И был весьма Доволен Что мог Купить ее За бесценок Возвратившись домой Старик Отдал Золотые монеты Невестке Через неделю Девушка Сняла С левого уха Вторую сережку Старик Снова Отправился На базар К нему Тут же Подошел Знакомый Ему купец Здравствуйте Отец Сколько Сегодня Просите За свой Товар Э нет Нет Я тебе Ничего не продам В прошлый раз Ты надо мной Посмеялся Не спешите Отец Давайте Пройдем В мои Покои И поговорим Спокойно Купец Привел Старика В комнату Он Вручил Ему Два Сундучка Золота Надел На него Атласный Халат И подарил Двух Ишаков Отец Где Вы Живете Одного Я Вас Не смогу Отпустить А то Ограбят Прикажу Слугам Чтобы Проводили Вас Не нужно Мне Провожатых Ведь Если Он Узнает Где Я Живу Так Он Придет Ко Мне Придет В себя И отберет Все свое Золото Старик Забрал Золото И Поспешил Назад Он Пришел Домой И Отдал Деньги Невестке Спрятав Монеты В одной Из Комнат Хуснабад Вышла Из дома И стала Оглядывать Место Где Они Жили Это Был Довольно Большой Остров Чтобы Пройти Из одного Его Конца В другой Потребовалось Бы Не меньше Двухсот Дней Пути Затем Она Сказала Старику Отец Найдите И приведите Сюда Двадцать Мастеров Будем Строить Город Старик Нашел Мастеров Девушка Приказала Строителям Привезти Свои Семьи Каждый День Всем Давали Хлеб Деньги Горячую Пищу Всех Работников Хорошо Одели Услышав Об этом Еще Двести Мастеров Пришли Сюда Со всех Уголков Страны Они Начали Возводить Стену Проезжавшие Мимо путники Спрашивали Эй Смотри-ка Что-то Строят Кто же Стоит Во главе Этого Благородного Дела Это Старый Пастух И его Невестка Если Вам Работа Приходите И вы Здесь Хорошо Плачат Поят И Кормят Да-да-да Через Пятнадцать Дней Собрались Люди Из Пяти Тысяч Домов Через Три Месяца Стена Была Готова В Двенадцати Местах Поставили Ворота Ко Всем Воротам Прибили Портрет Принцессы И Сделали Надпись Город Называется Хуснабад Кому Нужен Хлеб Горячая Еда Приходите И Служите Через Год Здесь Собралось Семьдесят Пять Тысяч Семей Для Каждой Семьи Принцесса Построила Дом С террасой И сараем Оружейники Изготовили Оружие И доспехи Каждым Воротам Городской Стены Она Приставила По Двадцать Пять Воинов И Приказала Им Приводите Ко мне Всякого Кто Внимательно И Недобро Будет Разглядывать Мой Портрет Тем Временем Про Новый Город Прослышал Шах Царства Джурджан Он Пришел В ярость Кто Осмелился В моей Стране Покушаться На Шахскую Власть Кто Это Строит Город На Моей Земле Не Сносите Ему Головы С Таким Намерением Правитель Добрался До Ворот Города Куснабада Конец Второй Части Аудиосказка Была Представлена Агентством Информации И Массовых Коммуникаций Совместно С Министерством Дошкольного Образования Продолжение следует...